надеюсь вам понравилось играть в игру и сейчас мы ознакомимся с ее алгоритмом точнее он уже вам известен но мы его представим формате блок-схемы вот алгоритм игры я специально его зарисовала почти так же как в указанной в первой части книги Элс Вергот но немножечко с учетом того что есть блоки ветвления я их нарисовала именно так ну и добавила еще показать прощание почему-то в том алгоритме этого не было но я попробовала все-таки соответствовать хотя бы приблизительно стандартам и так как у нас устроен алгоритм на старте мы показываем вступление то есть то что должен узнать игрок об игре можно его поприветствовать можно объяснить правила игры и опять же можно написать так как мы считаем необходимым чтобы игроку было понятно и интересно играть далее когда игрок начинает играть ему предлагают выбрать пещеру в какую он пойдет и после этого наступает проверка того какой дракон выбраны при пещере то есть игрок например выбрал первую пещеру но программа устроена так что она генерирует случайным образом выбирает одно из двух значений и цифра 1 которую его пользователь далеко не всегда будет соответствовать тому что ему попался например дружелюбный дракон это всегда будет по-разному с генератор случайных чисел помогает нам перепутать две пещеры и если игроку попался дружелюбный дракон то он считается как бы побеждает а если нет то проигрывает соответствие с этим его ему выводится сообщение что дракон рад поделиться с тобой сокровищами либо он тебя съедает после этого игроку предлагается вопрос хочет ли он сыграть еще раз если он отвечает да то мы начинаем сначала показываем вступление и так далее хотя я бы начинала уже не вступление а с выбора пещеры потому что принципе мы то игру уже знаем и нам не надо вступление но к этому мы как раз таки вернемся когда будем делать веб-версию но если отвечает нет а мы показываем пока и конец и здесь тоже в данной версии игры в консоли у нас нет этого прощания но в версии мы это сделаем так чтобы все было полноценно как же выглядит код для тех кто не знаком с python наберитесь терпения просто смотрите внимательно я быстро покажу те функции о которых сейчас шла речь и сопоставлю их с теми блоками алгоритма которые мы только что увидели вся игра по существу это у нас игровой цикл вот эта часть кода который я специально прописала вот через значок решеточки задается так называемый комментарий я добавила эти комментарии в код и мы сначала определяем переменную со значением да и наш цикл работает только тогда когда у нас это переменная имеет значение да или d потому что мы игроку разрешаем ввести одну букву если он ведет что-либо другое нет или не буду или не хочу или там ошибется клавиатурой то мы выйдем из этого цикла и игра автоматически завершится что же происходит внутри игрового цикла все происходит именно так как и задумано в алгоритме а именно мы показываем вступление для этого у нас используется функция display info давайте на нее посмотрим она определена до игрового цикла потому что язык python является интерпретируемым языком и ему нужно знать эту функцию поэтому она определена раньше в коде вот наша функция display info здесь один единственный оператор print который используется дважды первом случае мы выводим приветственное сообщение а во втором случае мы выводим 30 значит значков звездочка вот если я сейчас нажму ран запустить вот у нас приветствие вот у нас эти самые звездочки а после этого мы видим уже вопрос какую пещеру идем потому что у нас вызвалась следующая функция которая выполняет выбор пещеры тот выбор который осуществляет игрок и это у нас функция чувств кейв которая возвращает значение номер пещеры давайте посмотрим как устроена эта функция вот она тоже выше определена тоже написала в комментарии выбор пещеры и здесь у нас используется вспомогательная локальная переменная которая принимать может значение только один или два и если пользователь вводит что-либо другое мы в этом цикле находимся постоянно до тех пор пока игрок не введет один или два как только он ввел один или два об этом узнает оператор input который добавит это значение в переменную нашу кейв пещера и это значение с помощью операторе то вернется в игровой цикл и присвоится здесь переменной к и в набор давайте проверим введем цифру я нажимаю enter и дальше начинает работать следующая функция функция check кейв которая в качестве параметра берет номер этой самой пещеры давайте посмотрим эту функцию она подлиннее здесь у нас сначала выводится с небольшими задержками на секундочку такие сообщения которые создают некую такую атмосферу игры а затем с помощью функции рандинт из модуля рандом мы его импортировали точно так же как time sleep у нас импортирована из модуля time о модулях тоже более подробно будет сказано в отдельном курсе у нас мастер-класс поэтому я быстро очень все это объясняю и и после того как мы получили значение 1 или 2 между двумя значениями определяется значение переменной friendly cave и если у нас это значение равно дружелюбному то мы выводим дракон рад поделиться сокровищами если нет допустим я ввела единичку а была сгенерирована скорее всего двоечка потому что я попала в пещеру со злобным драконом который меня съел и после этого после того как мы узнали что нас уже съели в игровом цикле выводится сообщение попробуем еще раз если да мы уже знаем что будет а если любое другое я веду значение то мы заканчиваем игра закончилась алгоритм у вас тоже есть на сайте на странице вы можете еще раз его посмотреть если что-то забыли или не поняли ну а в следующей части мы определим задачу для реализации в версии и скоро уже приступим к реализации